Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале интернет-магазина Джарвис. Меня зовут по-прежнему Роман и сегодня я подготовил для вас интересное сравнение. Посмотрите, две эти Android-приставки мы уже обозревали на нашем канале. Я делал подробное тестирование каждой из этих приставок, а именно это X96 Mini. Самая бюджетная приставка, которая у нас есть в магазине. Стоимость ее на данный момент съемок видео 575 гривен и эта приставка на 1 гигабайт оперативной памяти, а также на 8 гигабайт постоянной памяти. Вы наверняка ее у нас уже видели. И вторая приставка, которая считается намного мощнее, намного дороже. Она в два раза дороже. Она стоит 1111 гривен. Это X96Q Max. Здесь у нас 4 гигабайта встроенной памяти оперативки и 32 гигабайта постоянной памяти. Так вот, я сегодня хочу подключить две эти приставки, протестировать их и посмотреть, стоит ли переплачивать почти в два раза или же все-таки достаточно будет такой вот маленькой X96 Mini, потому что она себя показывает очень хорошо. Ну и проверим, на что способна вот эта приставка. Сегодня потестируем, погоняем их. Ах, одну секундочку. Перед тем, как это все протестировать, я бы хотел рассказать, какая у них разница. То есть не просто там цена в два раза, но и на самом деле, что здесь установлено. Значит, X96 Mini у нас стоит процессор M-Logic S905W, а графика здесь установлена Mali-450. Самая обычная Mali-450, и она, в принципе, справляется даже с 4К. Android здесь с седьмой версии, а, как я говорил, памяти здесь 1 гигабайт оперативки и 8 гигабайт постоянной памяти. Что касается X96Q Max, здесь у нас уже процессор Allwinner H616. Это достаточно мощный процессор, который устанавливают в эту и в еще некоторые более дорогие модели. Также ставится еще H603, но конкретно в этой H616, и он считается еще мощнее. То есть процессор здесь достаточно мощный. Графика здесь Mali-G31MP2. И Android, собственно, стоит 10-й, как я уже говорил, памяти АЗУ 4 гигабайта и встроенной памяти 32 гигабайта. Также эта приставка у нас может работать с Wi-Fi приемником на 2,4 ГГц, но еще и на 5 ГГц. А это только 2,4 ГГц. Поэтому, если у вас крутой мощный роутер, которого нет у меня, и тестировать будем на 2,4, то, собственно, обратите внимание и на эту приставку. Все, теперь подключаем приставки и посмотрим, на что они будут способны. Кстати, тестировать я их буду именно от Wi-Fi приемника. Итак, дорогие друзья, я подключил приставку X96Q Max на 4 гигабайта оперативной памяти. Теперь давайте попробуем ее загрузить максимально по полной. Итак, смотрите, самое первое, что я хочу сделать. Заходим и делаем интернет-спид-тест. Проверяем, насколько быстро работает модем, потому что у нас идет Wi-Fi. Wi-Fi находится в соседней комнате. В принципе, не знаю, какая именно будет скорость, но давайте, собственно, и посмотрим. Меня радует то, что на самом деле эта приставка способна воспроизводить тяжелые игры, но, как вы знаете, она не способна это делать без геймпада. Поэтому в одном из следующих роликов мы подключим геймпад к этой приставке и попробуем поиграть в такие тяжелые игры, как там Need for Speed, еще какие-нибудь гонки 3D, то есть максимально тяжелые. А сегодня мы ее погоняем в обычных играх, таких же, как потянет и X96 Mini, в которые можно играть с обычного пульта управления. Итак, скорость на скачивание у нас 31 Мбит в секунду, а скорость на загрузку 81 Мбит в секунду. Это очень хорошие результаты, учитывая то, что это не напрямую через кабель, а просто обычный Wi-Fi приемник. Так, теперь смотрите, я сворачиваю это приложение, то есть я его не закрываю. Теперь смотрите, мы заходим еще в YouTube, запустим 4K видео здесь, и потом еще зайдем с вами в браузер, откроем там несколько вкладок и посмотрим, справится или не справится. Итак, вот, допустим, 4K видео, которое идет 12 часов. Смотрите, как быстро запустят. Реклама, понятно, запускает реактивно. YouTube с этим вообще, у него все идеально. Реклама прям везде и всегда работает. Даже если у тебя интернета нет, реклама все равно работать будет. Это мы уже поняли. Так, хорошо. Ну, по крайней мере, действительно, очень быстро она загружает все. То есть, смотрите, у нас видос запустился мгновенно, как будто бы вы на стационарном мощном компьютере после рекламы сразу же. Проверяем качество. Итак, качество у нас подтянулось сразу же автоматически 4K. То есть, это очень круто. И опять же, это напрямую через Wi-Fi, не по кабелю. X96 mini так не может. Итак, вот видосик у нас идет. Тоже, смотри, мы его тоже сворачиваем. Это она не закрывает, это она сворачивает в буфер. За счет того, что 4 гигабайта оперативной памяти, мы можем много всего пооткрывать. И, собственно, потом жонглировать этими всеми программами. Теперь, смотри, заходим в Google, Google Chrome, и попробуем запустить несколько разных сайтов. Так, давай мы сейчас вот это уберем. Так, это у нас первое. Теперь мы запустим еще одну вкладку. Делать это, конечно, не очень удобно со стандартного пульта, поэтому я рекомендую вам приобрести у нас в магазине Аэропульты, которыми вы можете как указкой направлять, будет намного удобнее. Так, наверное, надо было не сюда нажать, а вот сюда. Так, смотри, у нас одна вкладка уже запущена. Теперь докидываем еще. Вот возьмем, запустим еще YouTube именно в браузере. Так, бац, запускаем еще YouTube. Так, еще одна вкладка. Теперь смотри, видишь, неудобно, конечно, вот это долго прям делать, но окей, мы все-таки тестируем, нам нужно это проверить. Запускаем вторую вкладку. Давайте я здесь сделаю небольшую паузу, запущу несколько вкладок и потом вам покажу, сколько у меня получилось запустить. Итак, друзья, смотрите, сколько всего я на запускал. Значит, смотрите, у нас запущен уже Play Market, то есть он запущен и свернут. Далее у нас запущено отдельно приложение YouTube, в котором видос, и он сразу же воспроизводится, то есть он тоже сворачивается в буфер. Потом у нас еще запущено Google Chrome. А вы знаете, насколько Google Chrome прожорливый по оперативке. Здесь у меня включено 10 вкладок, между которыми мы, кстати, не можем очень хорошо переключаться, потому что здесь, собственно, сама система не позволяет их как-то листать. Поэтому вот, видишь, я запустил 10, мы можем там одну закрыть, потом вторую закрыть, и они как-то должны подтягиваться. Вот видишь, то есть, в общем, целых 10 я запустил, и в принципе они все работают. Вот смотри, допустим, вот зайдем вот сюда, переключимся, и бас, все работает прекрасно. То есть, действительно, 4 ГБ оперативки вполне себе хватает, чтобы прогружать вот это все. И это еще не все, потому что здесь я еще запустил, я еще запустил, значит, смотри, что я еще запустил. Я еще запустил у нас вот приложение Speedtest. Оно тоже запущено. Потом у нас здесь запущено приложение файлы, я его тоже открывал. Это все достаточно хорошо, систему нагружает, действительно, ну, солидно, я бы сказал. Так, и, собственно, давай еще запустим ко всему, к этому, игру RedBall 4. Вот, как ты видишь, она вполне спокойно запускается, и мы можем в нее играть очень быстро. То есть, смотри, вот мы ее уже тестировали, запускали, но сегодня я запустил первый раз игру, и она, посмотри, насколько быстро запустилась. Все, пожалуйста, мы можем уже играть. Мячик там, вот это все. Ну, как ты видишь, все это без проблем работает. Даже, собственно, с таким пультом можно поиграть, когда там, например, нужно немножко подубить время. А теперь главный вопрос. Сможет ли приставка X96 mini справиться с такой же нагрузкой на 1 гигабайт оперативки? Мне кажется, что 4 гигабайта именно вот здесь будет вывозить намного мощнее. Поэтому теперь предлагаю подключить X96 mini на 1 гигабайт оперативной памяти и посмотреть, сможет ли она одновременно столько всего запустить. Итак, друзья, теперь я подключил к монитору X96 mini на 1 гигабайт оперативной памяти. И, кстати, что меня радует, здесь у нас установлено разрешение, которое показывает, насколько заполнена оперативная память. И прямо сейчас, только запустив приставку, ничего еще не запускало, не просто система. Она уже загружена на 35%. Это достаточно много. Да, мы можем этой кнопкой закрывать все приложения, но наша задача максимально запустить все и посмотреть, насколько же она способна это все выдерживать. Итак, мы заходим сразу же, делаем спид-тест. Итак, я дополнительно зашел в Play Market, скачал спид-тест. Теперь давайте мы его запустим. Так, я вроде бы нажал кнопочку запуска. И, собственно, подождем, посмотрим, как быстро запустится спид-тест. Потом проверим, насколько же загружается наша система. Так, вот смотрите, это у нас самый первый запуск спид-теста. И, в принципе, он, кстати, достаточно быстро загрузился. А вот здесь что-то он уже выдает какую-то ошибку интересную. Так, просит местоположение, звонки, в общем, все разрешения просят, но это ему, в принципе, не обязательно. Так, теперь продолжаем. И, по идее, у нас вот все запустилось, кстати, достаточно бодренько. То есть, я бы не сказал, чтобы нам долго ждать, когда пришлось. Нажимаем кнопочку готово и тестируем. Как вы помните, в приставке X96Q Max у нас скорость на скачивание файлов была 38 Мбит в секунду при том же самом Wi-Fi. А вот здесь давайте посмотрим. И здесь у нас уже цифра 19,6. То есть, это, в принципе, в два раза меньше. То есть, опять же, приставка в два раза дороже и скорость в два раза быстрее. Но, опять же, это на Wi-Fi кабеле. Эта скорость у нас на Wi-Fi соединение. А на кабеле она будет приблизительно равна, потому что там напрямую идет передача. Итак, 19,6 и 30. А там было 30,2 или сколько там, не помню, 36 и, собственно, 80 на загрузку файлов. Итак, это мы тоже сворачиваем. Значит, смотри, у нас уже 56% загружено. При том, что запущено только Speedtest, Play Market и, собственно, все. Больше ничего нет. Поэтому, хорошо, давайте теперь попробуем загрузить ее по максимуму. Итак, давай найдем YouTube и посмотрим, загрузится ли у нас YouTube. Так, запускаем YouTube. Наша задача загрузить 4K видео. И потом еще даже должно хватить памяти для Google Chrome. Не знаю, хватит или нет. Запускаем 4K видео продолжительностью 2 часа. На той мы запускали 12-часовое видео. Но я думаю, это, в принципе, небольшая разница, потому что она все равно будет свернута. Смотри, в 96Q Max запустилась просто мгновенно. Запустилась сразу реклама. И после рекламы сразу же видео было в 4K на Wi-Fi разрешении. Здесь же, как ты видишь, я вот запустил. И оно все еще грузит. То есть, у нас уже не хватает памяти. Вот, реклама только сейчас запустилась. Там она запустилась мгновенно. Здесь только сейчас. Так, ждем. Вот, смотри, у нас вроде как видео загрузилось. А, нет, это все еще реклама. Ха, окей, хорошо, ждем дальше. Так, скипаем рекламу. И, по идее, сейчас вот у нас только будет запущено видео. Да, видео запустилось. Но давай-ка мы с тобой проверим, какое же качество у нас запустилось. Потому что, скорее всего, мне что-то подсказывает, что запустилось Full HD. Ну, не совсем я угадал. Запустилось 2K. Но мы переключим на 4K все равно. Потому что будем делать максимально правдивые условия. Как для одной приставки, так и для другой приставки. То же самое, кстати, что подтянулось 2K. Это достаточно хорошо. Потому что я думал, что подтянется Full HD. Все, я переключил на 4K. Здесь у нас все работает. Все прекрасно. Вообще, X96 Mini прекрасно справляется. Как вы видите, у нас даже приложения все запущены. Но она все еще работает. Итак, я нажал кнопку свернуть. Свернули. И у нас уже загружено на... Вот только что показывало 72, но уже спустилось до 57%. Возможно, Google Chrome все-таки не расходует... Точнее, YouTube не расходует память, когда запускается. Точнее, сворачивается. Так, теперь я запускаю Google Chrome. И попробуем открыть как можно больше вкладок. И я вам покажу, как это работает на этой приставке. Итак, друзья, как вы видите, прямо сейчас я устанавливаю из Play Market Red Ball. Ту же самую игру, которую мы тестировали в X96 Q Max. Теперь смотрите, вот пусть устанавливается. Мы свернем пока что эту установку. Я вам покажу кое-что. Вы просто удивитесь, мягко говоря, как только что удивился я. Итак, смотрите. У нас сейчас память показывает, что загружена на 47%. Но когда я запускаю Google Chrome, а здесь у меня уже запущено тоже 10 вкладок. Я их все запустил. Как вы видите, они все загружаются. Во-первых, здесь намного удобнее между ними ориентироваться. То есть вкладки у тебя вот так вот все, как на компьютере. Ты можешь спокойно между ними всеми переключаться. Я загружал достаточно тяжелые сайты. Вот, как ты видишь, они сейчас все автоматом подгрузятся. Я захожу. В общем, когда ты сворачиваешь Google Chrome, вкладки все как бы закрываются. За счет этого приставка не расходует лишнюю память. Но сейчас, когда мы вот прощелкали все вкладки, и я попытался максимально ее загрузить. То есть когда вот эти все вкладки активные, и прямо сейчас вот они загружаются, то достаточно тяжело. Опять же, она не помирает полностью. Ей просто тяжело. Она как бы подвисает, подтупливает, подлагивает, но она все равно справляется. То есть эти вкладки, когда я их загружал все по одной, они вообще загружались без каких-либо проблем. Вот смотрите, пожалуйста, вкладка с нашим магазином. Я нажал на нее, и, собственно, ждем. Пока что, вот видишь, я случайно нажал, открыл новую вкладку, она ее открывает. Ну вот, открылся магазин все-таки. То есть вот у нас есть еще вкладка Apple, достаточно тяжелый сайт с кучей анимаций, но все равно, вот как ты видишь, он запускается. Да, не так быстро, да, с какими-то проблемами, но он запускается. Точно так же Facebook. То есть вкладки как бы закрываются, но потом, когда мы нажимаем, они автоматически перезапускаются. То есть сделано все специально для того, чтобы с одним гигабайтом памяти максимально как-то комфортно работать, чтобы можно было действительно всю эту работу выполнять. И теперь вот мы сворачиваем Google Chrome, ее нам показывают 67-68, но у меня еще доходило до 75% загруженной полностью. Но сейчас, когда мы закрыли, он бац и понижает полностью, вот уже 52% осталось. То есть он автоматически закрывает все эти вкладки, и как бы вы можете спокойно и полностью пользоваться вашей Android приставкой. Так, у нас уже наверняка установился RedBall, поэтому давайте попробуем его еще раз запустить. То есть в принципе приставка справляется полностью, совсем, но может быть немного глупее, немного тормозить чутка. То есть ей немножко больше надо времени. Но она справляется с 4К, с 10 вкладками в Google Chrome, с играми, я уверен, что сейчас справится. Вот мы установили, и сейчас запустим RedBall, и тоже будет все нормально. То есть в принципе 500 гривен цена, и она может полностью все, вплоть до 4К видео. Но если вы покупаете, например, за 1111 гривен более мощную приставку, то она может все то же самое, но она может это все быстрее. То есть есть много ребят, которым, скажем так, не хочется ждать. Вот я, например, не люблю, когда техника очень долго работает. То есть меня прямо аж вымораживает, когда вот мы сидим, ждем с вами иногда на тестах 4К, когда загрузится там по 2-5 минут. Вот, собственно, для таких приставка на 4 гигабайта подойдет прям идеально, потому что вы сможете, ну, не тратить свои нервы. Да, вот как вы видите, все работает прекрасно. То есть все абсолютно точно так же работает, как и работало на более мощной версии, никаких проблем не возникает. Вот, пожалуйста, свернул, оно там позакрывало все, что не нужно, и, собственно, все прекрасно работает. Конечно же, выбор ваш, что покупать за 500 гривен или за 1000 гривен без проблем. Но, опять же, если вы будете пользоваться каждый день приставкой максимально как-то интенсивно, то лучше, мне кажется, немножко переплатить. Плюс еще я сделаю для вас ролик, подключу геймпад к этим приставкам, их дешевый, их дорогой, и проверим, способны ли процессоры вывести уже более тяжелые игры. Мне кажется, это будет очень интересно. Но, если тебе понравился этот ролик, ставь лайк этому видео, пиши в комментарии, что думаешь, какую приставку все-таки лучше покупать, дешевую или более дорогую. И обязательно подписывайся на наш канал. С вами был, как всегда, канал интернет-магазина Джарвис. Меня зовут Роман. Всем хорошего дня. Всем пока.